Казахстан Расшифруйте слово, и мы с вами узнаем, как называется место, откуда запускают ракеты в космос. Правильно, молодцы! Космодром. Космодром – это территория, на которой размещается комплекс сооружений, предназначенных для запуска космических аппаратов в космос. Как правило, космодромы занимают огромную площадь и находятся на удалении от густонаселенных мест. Послушайте стихотворение Исентая Ирботина. Небо ты сделал родным для Земли, наш космодром – Байконнер. К звездам далеким ты шлешь корабли, ночью и днем – Байконнер. Родиной дальних космических трасс люди зовут Байконнер. Нету Земли на планете у нас, краше, чем тут – Байконнер. А теперь поставьте видео на паузу и прочитайте стихотворение. Ребята, вы прочитали стихотворение о космодроме Байконнер. Теперь выполните задание по методу «Подбери слово». В каждом предложении пропущены определенные слова. Восстановите их. При необходимости можете обратиться к интернету. Давайте проверим ваши ответы. Автор стихотворения обращается к космодрому Байконнер. Автор говорит о космических кораблях, о космических ракетах. Люди зовут Байконнер – родиной дальних космических трасс. Космодром Байконнер находится на территории Казахстана, Казалардинской области, городе Байконнер. Теперь пришло время повторить то, что мы называем сложным предложением. Сложное предложение – это предложение, имеющее в своем составе не менее двух грамматических основ, не менее двух простых предложений, представляющее собой смысловое и грамматическое единство, оформленное интонационно. Предложение – появилась первая трава, а с ней расцвели подснежники. Это предложение состоит из двух частей, из двух простых предложений. Появилась первая трава, и с ней расцвели подснежники. Что трава? Трава что сделала? Появилась. Грамматическая основа первого предложения. Что подснежники? Подснежники что сделали? Расцвели. Грамматическая основа второго простого предложения. Два простых предложения в составе сложного соединены интонационно и союзом «Ага». Обратите внимание на схему данного предложения. Ребята, внимательно послушайте текст. Ракета-носитель – космическая ракета, которая выводит на орбиту космический корабль. Сам корабль укреплён в голове ракеты. Ниже располагаются две, три или четыре ступеньки. Их ставят друг на друга. В каждой ступени есть свои двигатели и свой запас топлива. Во время взлёта ступени отделяются по мере того, как расходуется топливо. Вот ракета поднялась на нужную высоту. Теперь отделяется последняя ступень. И корабль летит уже самостоятельно. Он становится спутником Земли. Задание к тексту. Выпиши выделенное предложение. Сколько частей в этом предложении? О чём говорится в предложении? Найдите грамматическую основу простых предложений. Определите, какой схеме соответствует данное сложное предложение. Проверяем. Предложение состоит из двух частей. В предложении говорится о полёте ракеты. Будьте внимательны, ребята. Запомните, как пишутся и произносятся слова. Гавань, трасса, корабль, ракета, космодром. Гавань – прибрежная часть водного пространства, используемая для стоянки причала и ремонта судов. Казахстан – космическая гавань. Запишите в тетрадь. А сейчас мы будем искать информацию в интернете. Ребята, самостоятельно найдите информацию о том, на территории какого населённого пункта приземлялись космонавты. Проверяем. Жизказган – Казагандинская область. Вы хорошо справились с поиском. Молодцы! Завершаем наш урок рефлексии. Выводы мы сделали, каждый для себя. А теперь пришло время оценить свою работу на уроке. Выберите свой смайлик. Спасибо за работу, ребята. Новых вам открытий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok